Большое искусство малым городам. В рамках программы с таким названием реализуется выставка «Связь времен». Она показывает влияние западных традиций и национальную специфику творчества российских авторов. В экспозиции – работа известных российских и зарубежных художников из частных собраний. Всего на выставке порядка 120 работ. Главная задача этой выставки – показать то, что в частных собраниях Москова и Петербурга, Владимира и других городов находятся вещи уровня не меньшего, чем во многих областных музеях. Коллекционеры, антиквары и прочие люди, которые относятся к этому нашему бизнесу, на самом деле достаточно народ тщеславный. И поэтому сделать хорошую выставку и для того, чтобы на этой выставке побывала их вещь – это задача очень одна из основополагающих. Здесь представлена иконопись, и раздел западноевропейской живописи, а также известные библейские сюжеты, такие как «Поклонение волхвов», «Мадонна с младенцем» и пейзажи неизвестных мастеров XVII века из Северной Европы. Русская классическая живопись показана именами знаменитыми. В экспозицию включены работы Айвазовского, Верещагина, Саврасова, Сурикова. Есть и шестидесятники, Яковлев, Зверев, Анвизин и другие. Это попытка выстроить историю развития русского искусства с иконописи до наших дней. «Связь времен потому, что здесь представлены работы, начиная с XVI века и до XX века. И отражают они как различные абсолютно направления развития большей частью российского искусства, но в том числе и зарубежно-европейского тоже есть много интереснейших работ». Живописное собрание дополнено произведениями декоративно-прикладного искусства. Это и работа известных скульпторов Лансере, Грачева, Советский агитационный фарфор. Выставка открылась в рамках нацпроекта «Культура». Организаторы – Международная конфедерация коллекционеров, антикваров и арт-дилеров. Они активно занимаются выставочной и исследовательской деятельностью. Также было реализовано семь тематических выставочных проектов в Твери, Плесе, Ржеве, Звенигороде и Тарусе. «Задачи нашей ассоциации многообразны, как у любого профессионального объединения, тем более единственного уникального в нашей стране. Задача, конечно, это развитие арт-рынка как основа расширения, сохранения и приумножения культурного наследия нашей страны». Проработает выставка до 1 ноября этого года. Центр пропаганды ИЗО теперь работает в новом графике в формате 8-часовых сеансов в день. Между ними сотрудники проводят обработку помещений в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Подробные расписания можно посмотреть на официальном сайте Центра ИЗО, а также в группах в социальных сетях. Анна Столярова, Лада Кочетова, Алексей Кандалов, Телеканал «Вариант».